Друзья, родственники, знакомые, зрители нас часто спрашивают, за что мы любим Китай и почему в нем живем. Ну, во-первых, мы любим только юг Китая, провинцию Гуандун в общем и Шэньчжэнь в частности. Шэньчжэнь это один из самых быстро развивающихся городов Китая и не побоюсь этого сказать, всего мира. Он современный, удобный, красивый, здесь есть на что посмотреть и чем заняться и днем и ночью. Вечерняя подсветка зданий просто завораживает, когда я впервые это увидел, я раскрыл рот и стоял в оцепенении. В городе проживает огромное количество богатых людей и хоть мы средний класс, не можем себе это позволить, но мы можем прикоснуться к роскоши. Я, например, вырос в деревне и до сих пор стесняюсь даже подойти к дорогим автомобилям. У наших детей таких комплексов уже не будет. В огромном количестве парков, прогулочных зон можно не только гулять и развлекаться на аттракционах, но даже разбивать палатки. Эти места помечены специальным значком. Также Шэньчжэнь находится возле моря, поэтому с палаткой можно отдохнуть и на берегу. Как прекрасно встретить рассвет на море. Поесть мороженого, покупаться, позагорать, ракушек пособирать, а на обратном пути полюбоваться искусственными водопадами. Для русских купальный сезон круглогодичный. Даже зимой температура моря редко опускается ниже 18 градусов, а для нас это парное молоко. Вообще в провинции Гуандун вечное весна и лето. Если кто-то думает, что у нас в Шэньчжэнь нет друзей, то они глубоко заблуждаются. У нашей семьи много друзей и знакомых, а дети дружат как с русскоговорящими, так и с китайскими ребятишками. А еще Макс и Майя ходят в замечательный садик. Как говорит Лена, это один из лучших садиков, что она видела. Просторные группы, специализированные кабинеты, отличная игровая площадка. Китайцы заботятся о здоровье нового поколения, о их физическом состоянии, поэтому спорту уделяется отдельное особое внимание. На территории даже есть скалодром. Даже не верится, что за этим забором трущобы вообще всякие. Дом, где мы проживаем, тоже огорожен забором и действует пропускная система. А давайте я прогуляюсь. Люблю Шэньчжэнь и даже его не самые красивые и чистые стороны. Здесь ремонтируют телевизоры, а по вечерам приходят люди и смотрят фильмы. Такое ощущение, что дома у них телевизора нет. 11 часов вечера моя парикмахерская все еще работает. Здесь играют в мадзян или маджонг. Забыл как правильно по-китайски. Играют, играют, играют. По вечерам здесь играют почти в каждом доме. Да нет, не почти в каждом. В каждом. Там, где не играют в азартные игры, играют в компьютерные игры. Здесь очень распространено вот такое вот явление. В нашем микрорайончике примерно 6 или 8 игровых клубов. Ну и конечно же, вечерком, кроме игр, вот такое есть развлечение. Посидеть, поесть, попить пивас. Вот так вот выглядит наш 33-этажный муравейник ночью. По нашим подсчетам в доме проживает около 5000 человек. 12 часов, рынок уже закрыт. Тут люди что-то вот грузят, либо разгружают, не знаю. Но это, как говорится, без слов. Туалеты все еще открыты. Даже в 12 часов ночи. В Китае меняется все очень быстро. Совсем недавно здесь стояли такие мини-павильончики. Там продавали всякую фигню. Снесли. Здесь находится речка, ее загородили. Я не знаю, что здесь будут строить. Через пару лет не удивлюсь, если здесь будет стоять какой-нибудь небоскреб. А здесь, не знаю, торговый центр. Я тоже хочу так посидеть. Одному, к сожалению, скучно, но я все равно сегодня сяду и посижу. 12 часов ночи. У китайцев принято есть вот так вот по вечерам. Они реально дома почти никто не готовят. И по вечерам, особенно по пятницам и субботам выходят и вот так вот отдыхают. Культурно. Ну, как культурно? С водкой, пивом, все такое. Это всякое барахло. Huawei, ну да. Это к Huawei и вот это к iPhone имеет такое же отношение, как, я не знаю, к полетам на Марс. Это все, 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 все это подделки. Вот в таких местах продается полная херь. Никогда. Опа. Чуть не уронил велосипед, да, полицейский аж это подпрыгнул. Первый час ночи. Я тоже решил покушать, учитывая, что я последние дни в Китае. Не-не-не-не, сегодня я буду чем-нибудь полегче, чем вот. Камбэй? До конца, до конца. Камбэй, камбэй. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. С гостеприимными китайцами, тем более мы с ними уже неоднократно тут посиживали. Прощай, вид из окна. Эх, прощай, домик. Так и хочется сказать, дети, смотрите, радуга. Но семья со мной сегодня не летит. Даже фильм посмотреть можно. Правда, все жутко тормозит. Из Шенчжения улетаю впервые. Даже не знаю, что еще вам о нем рассказать. Если вы постоянно смотрите мой канал, то знаете о нем практически столько же, как и я. Если что-то позабылось или пропустили видео, то можете посмотреть в плейлистах про Китай. Я сам иногда пересматриваю, кстати говоря, чтобы не начать повторяться и не рассказывать одно и то же. Ведь реально, уже рассказал и показал, ну очень много. Обожаю этот город. Благодаря ему я познакомился со множеством замечательных людей. Побывал на презентациях, выставках. Много узнал о том, как устроено производство, сбыт продукции. Познакомился с китайской культурой. Обожаю. Обожаю Шенчжень. Но Шенчжень, как и другие города Китая, очень контрастные. Здесь элитные районы, промышленные зоны и трущобы, скрытые за высокими красивыми заборами. Вот за что им огромное спасибо. Кратко охарактеризовать я бы его мог так. Это один из самых молодых, один из самых современных, один из самых высокотехнологичных, один из самых быстро развивающихся, один из самых богатых, один из самых безопасных, один из самых удобных, один из самых дорогих, один из самых-самых-самых крутых городов. Игровой джойстик и пульт управления. В этом 777-м Боинге все для развлечения пассажиров предусмотрено. Рис с курицей, овощами, булочка с маслом и что-то, что я не люблю. Это я тоже не люблю. Летим над Пекином. Здесь у меня будет пересадка на другой самолет. Не помните вагончики? Когда я впервые прилетел в Китай, я был в полном восторге. Каждое пассажирское кресло оборудовано ремнем безопасности. Черный хлеб, капуста, персик, вики-мотик, рис с овощами, без мяса. Еще кетчуп-янта, известный в Сибири бренд. Просим вас оставаться на своих местах с застегнутым ремнем безопасности. До выключения светового табло застегните ремни. Пожалуйста, соблюдайте осторожность при открытии багажных полок. Че, пока меня не было, город сменил название? Ну, во всяком случае, вывеску поменяли. Здравствуйте, до Козульки. Продолжаем новосток, и Козулька-Парк, Чернореченькая, на 30... 133 рубля. Музыка-Парк, Чернореченькая, на 30... Музыка-Парк, Чернореченькая, на 30... Музыка-Парк, Чернореченькая, на 30... Здравствуй, родная деревня. 20 лет назад в последний раз вышел из этой школы с дипломатом. Я ходил с дипломатом. Раньше вокруг росли огромные тополя, но, говорят, изменилось многое и внутри школы, а не только снаружи. А из моих вчителей там осталось всего несколько человек. Кто-то ушел на пенсию, кого-то нет в живых уже. 20 лет прошло. Веник берешь вот так, рисешь. Если хвоя сыпется, все это старый веник. Эти веники я рвал вчера. Да, видно, что они. Но они мягенькие. Да, конечно, они мягкие. Потому что и хвоя желтеть будет на старых вениках. Ну, нет, только у тебя две посидели у меня вот такой. Сейчас стоит. Подорожали. Сморчки здесь растут? Да. Орех свежий этого года? Нет. Здравствуй, родительский дом. Здравствуй, вид из окна. Мы решили на мангале пожарить мясо. Свинина, уксус, соль и перец. Размешиваем и замачиваем в течение нескольких часов. Женя, ты у нас специалист по посадке картофеля? Ребенку нравится. А это главное. Ну, здравствуй, деревня. Баба, так не подноси вышка. Безконечно могу смотреть на то, как горит огонь и слушать треск углей. Хорошо в деревне летом. Встает говно к стеблето. Нас Женя качает. Уже все уехал. А зеленушки? Обязательно. Размешать. Макалово. Вот это и есть. Макалово. Ммм. Какой он сочный. Купаты. Вот. Купаты это, да? Говорят, это не сосиски, а купаты. Надеюсь, вкусно. Надеюсь, вкусно. Вкусно? Ты ел? Ну, нет, не съесть этих купатов. Ну, думаешь, вкусно? Ну, думаю, вкусно. Я тоже думаю. Ну, все равно же надо съесть. Женя, это просто так не естся. Вкусно? Мне кажется, это настолько красиво, что зрители сейчас слюной подавились. Или нет? Если вы подавились слюной, пожалуйста, напишите в комментариях. Давайте быстрее есть. Жирно-то как. Но вкусно. Калоши. Шлепки, шлепки. И у одного мы... Фу, мусор. Эй, у меня Женя. Да, извини, Женя. Я просто по своим детям соскучился. И у одного Жени кроссовки. А мы как бомжи. Хотя нет, бомжи такими пузатыми не бывают. Им же кушать нечего. А мы люди. Точно, с голоду пухнем. Какая красота. Шинь, Женя, разве закаты такие есть? Видишь там такое? Совсем недавно этот ЕИНК-экран показывал цифру в 10 раз больше. Плюс 3 градуса. Интересно, в этом году лето-то вообще будет? Ну, хоть деревья уже распустились. Обожаю утренний лес. Где-то инструкция была. Надеюсь, отсюда никто не входит, как в звонке. С этими волосами. Мы с детства выросли на природе. Вот в такой лес ходили, не знаю, со скольки лет. С пяти. С пяти, может и раньше. Это все такое родное, знакомое. Хоть я сейчас и люблю большой город под названием Шэньчжэнь. Но вот это вот. Березки. Сосенки. Я в России. Что будет дальше? Оставайтесь с нами и узнаете. Жизнь интереснее, непредсказуемее и надуманных сериалов. Видео в России тоже буду снимать. Друзья из Китая очень просили. Кто-то соскучился, кто-то никогда не был в России. Хотят посмотреть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!